Карантин и Фемида, похоже, стали не уживаться, несмотря на полугодовую историю взаимоотношений. Все больше дел приходится переносить из-за подозрений и подтвержденных случаев ПОВИ-19 в одесских судах. К примеру, дело санатория Красной Зори пришлось отложить из-за угрозы заражения членов коллегии апелляционного суда. Кто-то из судей заражен коронавирусом. Есть положительное подтверждение, и вся коллегия, а именно Таварки-Ладзе, Погорелова и ЗЭКи ушли на самоизоляцию. Так мне сообщил помощник судьи. Дали непосредственно повестку на следующее судебное заседание, которое состоится 30 сентября в 2 часа дня. Юрист говорит, что подтвержденные случаи заражения, кроме апелляционного, уже есть в Малиновском и окружном административном судах. Рассмотрение переводят в видеорежим, но и он не панацея. И так до этого было сложно. Сейчас просят не приходить на судебное заседание, или, допустим, участвовать по видеоконференции. Но если это адвокат, то он еще может участвовать в видеоконференции. А если это простой человек, то он не может. У некоторых нет компьютера, нет знаний специальных. У меня как раз на следующей неделе будет заседание в Малиновском районном суде. Интересно, как мы выйдем из этой ситуации, потому что там стороны не все имеют своих адвокатов. Судьи из группы РИСКО отправляются на обязательный двухнедельный карантин, а значит все их дела на это время переносятся. Юристы говорят, что это здорово тормозит. И без того длительные процессы в условиях огромной нагрузки на судей.